И, наверное, подошли к основной теме, Хазар, вместе как-то раскрыть про эту тему, которые основные препятствия на пути заучивания или зачтения Кур'ана, такие как лень, нехватка времени, работа и так далее. Как именно, Хазар, человеку преодолеть, так скажем, как их преодолеть? Я бы, наверное... Вот как мое видение, как я вижу, да, на пути Кур'ана, первое, что именно такое, те препятствия, я думаю, это те, которые на пути Кур'ана, это кастра-тудзунуб уль-Маасы. Самое первое, это то, что мешает человеку изучать Кур'ан, потому что логия, например, сколько братьев я, например, знаю на практике, да? Вот с 2011 года я в Москве, ко мне записывались братья изучать Кур'ан. Есть братья, которые уже там по пять, по десять джузов знают, по пятнадцать джузов знают. И на арабском разговаривают, да? Есть те же братья, которые весь с ними записывались, начинали, и до сих пор он не умеет читать Кур'ан и откладывает. Начнет, оставит, начнет, оставит, начинает. Поэтому, вообще, в общем, первое, это что, когда много у человека бывает грехов, вот эти грехи заставляют раба Аллаха забыть о Кур'ане. То есть, потому что в его сердце, именно вот это сердце заполнено грехами, а где заполнено сердце грехами, то там не будет некая такая любовь к Кур'ану, не будет любовь к чтению Кур'ану. И человек, даже если он, например, что-то начинает, он забывает. И знаете, как имам Шафи, рахмаллах, своему уставу, вакия, он сказал, когда увидел, случайно увидел харам, на что он ему ответил, сказал, что моя память стала слабой. И написал стих, То есть, когда я пожаловался своему уставу, вакия, то, что моя память стала хуже, на что он мне посоветовал оставить грехи. И сказал, что знание, в первую очередь, знание Кур'ана, знание шариата, это нур, это свет, и свет Аллаха грешнику не могут быть даны. Также второе, что я подумал, то есть, когда у человека слабая убежденность, слабая искренность, это тоже ему мешает, такое препятствие изучать Кур'ан. Поэтому достаточно то, что рабу Аллаха, субхану и атеаля, послушать, чтобы вот именно, так скажем, побудить себя, побудить себя к искренности в этом вопросе, достаточно ему там послушать хадис, про руку Мухаммада, саллаху алейсалам, то, что первого, кого выкинут в ад, один из категорий, это тот, карель Кур'ан, это чесец Кур'ана. И когда ему спросят ангела, почему ты его выучил, то есть, я ради тебя выучил. Ангела скажет, ты обманываешь, Аллаха скажет, ты обманываешь, поистине ты его выучил для того, чтобы люди восхищались тобой, говорили чесец Кур'ана, как он хорошо читает, как он хорошо знает Кур'ан и так далее. Поэтому нужно, чтобы вот это препятствие не было у нас, то есть, опять же, обновить наш ихлас, саллаху алейсалам, саллаху алейсалам. И как это нам дал, васяят еще, чеха Адель Кальбани, потому что имам, или вот мы, вы, братья, да, имамы, тулабы лаин, которые, алхамду ла, ударили силы, они в первую очередь, в первую очередь, даже не так студенты, мы нуждаемся в том, чтобы обновлять постоянно свой ихлас, саллаху алейсалам, саллаху алейсалам. Поэтому мне, как дал, васяят такой, саллаху алейсалам, вот, ты будешь имамом, минут за 10-15 до намаза, останься саллахом, саллаху алейсалам, прочитай тавсиры, то, что ты будешь читать, обнови свое намерение, почему ты читаешь, почему, что ты читаешь и так далее. И вааллахи, помилусь, саллаху алейсалам, я с этого дня всегда вот, перед тем, как провести намаз, минут 10-15 я остаюсь саллахом, с Кур'аном, именно обновляя из себя намерение. И даже вот братья, которые в Рамадане, сколько там братья хотят пригласить на Ифтар, все знают, что я на Ифтар никуда не езжу. Даже дома Ифтар не делаю в мечети, или в шатре около мечети. Почему? Потому что один раз я вот так вот опоздал, то есть уже Адан, вот говорят на Таравих, мне Таравих проводились. Представляете, в этот момент ты еще как бы, Аллаху Акбар сказал на автомате, за тобой там 10 тысяч человек, например, намаз читает, и ты, Субханаллах, у тебя еще, ты не подготовил в свое сердце твой сосуд, для того, чтобы думать об Аллахе в намазе, поэтому, Субханаллах, отказался от этого, поэтому после Рамадана еще валь, пожалуйста, будем Ифтар делать, но тут именно здесь, как бы, в Рамадане, особенно где-то там полчаса, 20 минут остаться, просто уединиться с Аллахом, Субханаллах, и именно когда у нас будет Ихлас, то Аллах, Субханаллах, тоже будет облегчать нам. Также препятствий, и одно из препятствий, это Адель Мураджа, то есть когда человек не повторяет, то есть постоянно. Поэтому, сколько таких, например, людей, которые выучили о Куране, забыли. Поэтому, если человек постоянно не повторяет, то он забывает его. И как сказал наш порок Мухаммад, Субханаллах, заключите договор с этим Кураном. То есть, например, Шейх Ахмад, мы с вами заключили какой-то договор, и я не имею право нарушить его, вы не имеете права нарушить. Если один из нас нарушит, мы что, или расторгаем договор, или, например, скажем, если в законе, так скажем, дневый, там, другой может на него подать суд, и так далее, да, правильно? Поэтому, поэтому, Субханаллах сказал, заключите договор с Кураном. Договор, то есть имеете в виду, привяжите свои сердца и постоянно повторяйте Куран. Почему? Потом объяснил, Субханаллах, поистине Куран быстрее развязывается из памяти, чем непривязанный, непривязанный верблюд. А непривязанный верблюд, как нам говорили ученые, шейхи, то есть раньше, когда бедуины где-то оставались в палатке, и вот это то есть сейчас арабы носят же платки, я всегда говорю, на голову кладут, это противогонка, противогонка, почему? Потому что развязывали этим ноги верблюду, или привязывали его, а потом, когда уже снимали эту веревку, не знает, куда положить на свою сверху платка, тем самым платок держит от ветра, он не улетает, и это какая-то некая противогонка. Непривязанный верблюд были случаи, в Аллахе были случаи, когда бедуины не привязали верблюда, на 5 минут отошел, возвращается, не то что долго искал свою верблюду, вообще не нашел после этого. Бывали случаи, когда от юга Саудовский Арали непривязанный верблюд, вот так вот непривязанный верблюд покидал юг Сауди, и нашли его на север, 2000 километров примерно, так стоит. Поэтому не вернется уже больше к себе верблюд, поэтому а Кур'ан еще даже более быстрее развязывается из памяти, если ты его не повторяешь. Также препятствие, когда человек бывает такое, знаете, например, много аятов учит за короткое время, и в этот момент он не смог еще сделать иткан с теми аятами, которые он выучил, и переходит на другие. Я с этим сам столкнулся, я шейху Хасибулля, как раз первый Афгани, учил наизусть, сдавал ему хизб, а потом уже мы поехали на Атикаф в Рамадане, я думал, как хорошо, Шахру-Кур'ан и так далее, дали Ашра-Алахсиб, я в подвале сделал Атикаф, он на втором этаже, я ему в день сдавал по 6 страниц, 6 страниц учил, поднимался кулиннавир, сдавал. Потом, например, на следующий день я его не находил, я следующие 6 страниц учил наизусть, 12 страниц ему там сдавал в день. Потом, я понимаю, что ты быстро выучил, но так же он быстро забывается. Поэтому, это неправильная ошибка, когда человек хочет сразу много выучить, быстро-быстро. И все так же хотят, желают, все хотят сразу хафидами стать, все хотят. Поэтому, как сказал то есть знание приходит через обучение, то есть постепенно сабр приходится, когда не сразу сабр у человека вырабатывается, а когда испытания приходят, он проявляет по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом его сабр сильным становится. Так же ученые говорят, что человек трех видов людей не получит никогда знания, это то, который спешит, то есть сразу все науки хочет взять непостепенно. Это тот человек, который высокомерный, высокомерится задать вопрос своему преподавателю, и тот, который стесняется задать вопрос. Поэтому, вот это тоже одно такси препятствие на пути Кур'ана, когда человек быстро хочет выучить. То есть должно быть именно это. Так же из препятствий Кур'ана на пути Кур'ана, то есть человек, то что не бывает у него некий такого хана заит или наоборот, вначале у него сильное такое желание, а потом это желание пропадает. Вот это тоже одно из препятствий. То есть потом лень, потом еще что-то. Вот опять то, что на сегодняшний день очень много вот таких вот братьев, с которыми мы сталкиваемся. Вначале все, там я Кур'ан буду учить, я там тетрадку купил, книжку купил и так далее. Один урок, два урока, потом уже такого желания нет, и он оставляет, и проходит это тоже. То есть вначале сильно такое желание, а потом желание потеряется. Так же одно из препятствий, когда человек до конца не понял Ахмия, какая важность изучения Кур'ана, какая награда за изучение Кур'ана, не только ему, его родителям, его близким, его детям, какой баракат от этого. То есть до конца он не понял вот эту вот важность, это тоже одно из препятствий. Это тоже одно из препятствий. Из препятствий, когда нету хорошего преподавателя, когда преподаватель сам слабенький или не знает менагич, не знает программу, как правильно учить. поэтому, аль-хамду-ля, то, что вот очень радует нас шейх Ибрагим, шейх Ахмад, то, что вы прошли через определенную школу, получили иджазы и так далее, у вас есть определенные навыки, то есть вы уже контролируете. Когда у меня задают вопрос, как обучать ребенка Кур'ану, как правильно у меня задают вопрос, я говорю, не нужно тебе ничего думать, ты кто по специальности, например, финансист, все, оставь это специалистом, найди хорошего преподавателя, профессионала, еще халебага алейх, как он работает, так все остальное налево. Также из-за препятствий это это очень на сегодняшний день рифка сайя, окружение, плохое окружение детей. То есть, когда, например, даже вот на сегодняшний день вот идет сериал, все о нем говорят, вы слышали, наверное, тоже в России слово на цена и так далее, и все хотят вот подростковый такой вот этот на них быть по кожам, вот там это начинает там падение, то есть то есть им пародировать, то есть хотят быть похожи на них, субханаллах, удивляешься, братья мои, это происходит даже среди мусульман, которые там намаз читают, девочки в хиджабах, избивают астахфурла, там, другие девочки, как вот снимают с нее хиджаб, и все это хотят вот похоже вот на этих, так скажем, на этих людей. Поэтому когда окружение у тебя плохое, ребенок или человек, он будет что впитывать то, что это, если все будут вокруг него такие же ребята, которые хотят Кур'ан изучить, которые хотят, аль-хамду ля, это, поэтому вот это очень важно, это одно из главных, я даже сказал, вот ребенок, какое у него окружение, и плохое окружение это отталкивает его, даже не ребенок, даже взрослый, если у него постоянно там при сиделке, в кафешках, там еще что-то, с джагелями и так далее, то тоже он не будет стремиться, не будет стремиться к изучению Кур'ана. Также, если это ребенок, то родители тоже должны за этим следить, если нет, то именно вот это вот, скажем, когда родители не за этим не смотрят, не проверяют, не смотрят, то это тоже одно из препятствий. Одно из препятствий, я бы сказал, это когда ты не даешь то время, которое достоин Кур'ана. Субханаллах, братья мои, вот я вам приведу пример, у меня есть один брат, Машаллах, старший брат, он очень большой, как бы, в плане бизнеса, большой человек, там раньше работал в администрации президента, потом, ну такой, Машаллах, большой бизнесмен, очень такой, с большими возможностями, я к чему это привожу, потому что, когда у человека большие возможности, большой бизнес, у него время обычно меньше бывает, чем, например, скажем, человек, у которого мало бизнеса. И когда у него такое сильное желание было изучить Кур'ан, вот в этом году мы 60 лет уже исполняете, мы это лет, наверное, 10-11 назад, 10 назад, у него в 50-летнем возрасте он хотел сильно изучить Кур'ан, даже когда он договаривался, например, на встрече, например, урок, я говорю, давайте, например, в 15.00, он говорит, можно в 15.05? То есть у нас сегодня, то есть, у нас, например, сегодня там в 15.00, в 15.15, ничего страшного, вот так вот, правильно же? Он очень, очень все вот так по минутке все распределял до этого времени. Это раз. Второе, он быстро научился читать Кур'ан, сейчас читаем макамы Курди, как Аббакар Шатр, ему нравился читать Аббакар Шатр, мы его подвели, хорошо читать Кур'ан, потом 40 хадисов, на его еще вышел. То есть, такой вот человек много благого делает на пути Аллаха, и самое интересное, то, что, я говорю, а как вот Аллах Субхану вам дал такой успех? Я знаю людей, которые просто там не идут на урок, делать нечего, в телефоне сидеть, там, сериал смотрят, еще что-то, лень. Я говорю, а у вас как? Он говорит, в Аллахе, то, что мне понравилось, я думаю, это составление для всех нас, он говорит, я поставил, смотрите, я поставил все остальные встречи, то есть, после Кур'ана. То есть, обычно, как бывает в жизни? Например, у тебя в Кур'ан, скажем, в 16.00 у тебя Кур'ан, правильно? В 16.00 также у тебя, что есть какая-то встреча, и ты что делаешь? В Кур'ан звонишь преподавателю, говоришь, можно в 17.00 сегодня провести урок, правильно? Тут у меня встреча, а у него встреча, необычная встреча, депутатами, там, таким бизнесменом, и так далее. А он что говорит, встреча, например, в 16.00, Кур'ан тоже в 16.00, он отдвигал встречу, в 16.00 у меня Кур'ан, я говорю, а как так выгрузил? Он говорит, вы мне как-то сказали, он очень внимательный человек, потому что Кур'ан, это встреча с Аллахом, правильно? Это же речь Аллаха. Как я могу встречу с Аллахом поменять на встречу с Махлюком, творением, какой бы он ни был. И вот что я хотел сказать, в Аллахе, это самый успех, братья мои, когда мы Кур'ан ставим на первую очередь встречу с Аллахом, а все остальное на вторую. Если мы поставим Кур'ан на второй план, то в Аллахе Аллах нас не даст барракат, и не даст это, поэтому это каляму, раббуль аля, амин. Это речь Аллаха, субхану ва те аля, должно быть превыше всего, когда мы говорим, Аллаху от барраку, Аллаху превыше всего, должны быть садыкины, мухлицыны, с Аллахом, субхану ва те аля. Поэтому у каждого у нас есть свое время, и не должен человек это время менять на другого. Например, у тебя после Магриба мураджиа, или урок, то ты не должен этот мураджиа, этот урок менять на какую-то встречу. Кто бы ни был, тот, который хочет с тобой встретиться, эта встреча с Аллахом, субхану ва те аля, эвуля, в первую очередь должна быть встреча с Аллахом, когда только сможем, когда только сможем. Когда братья говорят, я говорю, брат, сколько ты лет уже хочешь научиться в Куран, брат, дела, шейх, дела, встречи, и так далее. В Аллахе ты не научишься. Поставь все дела после встречи с Аллахом. Для себя Аллах важнее должен быть любого человека. Тогда только будет, тогда только будет успех. Также, если касательно из препятствий, когда, например, у нас дети читают Куран, мы их не, так скажем, то есть именно не подталкиваем к этому, не покупаем подарки какие-то, если они, мы учили, например, должны подарить подарок какой-то, денежный, какой-то, поездку куда-то, то есть в качестве подарка, тогда они будут еще стремиться к стремиться, нахамдалля, изучать Куран. То есть заинтересовать их, да? Заинтересовать, да. Чем-то заинтересовать, должно быть, обязательно такое. Вот эти примеры, наверное, то, что хотел сказать. Также, например, среди студентов должен быть какой-то рух, танафис, именно желание обогнать друг друга в этом. должны соревноваться в этом, то есть некие такие вот даже конкурсы, вот правильно, то, что, алхамдалля, будете отправить на конкурсы, это тоже побуждает именно изучать Куран, алхамдалля. И бывает еще так же, вот, которое, наверное, последнее, скажем, то, что я думаю, преподаватель, когда грузит много, больше того, чем сможет студент выучить. Это тоже большая ошибка. То есть, ты видишь, муалимый Куран, он должен дать имкиният, возможности у всех разные, кто-то быстро учит, кому-то тяжелее даются, так далее. И всех грузить одинаково, это, я думаю, считаю, тоже неправильно, потому что он может устать и сможет потом уже как бы не полюбить Куран. То есть, нужно сделать все то основное, чтобы он полюбил Куран. Примерно вот эти препятствия, примерно вот эти препятствия, которые мы видим на пути изучения Курана.